Лишних домов не бывает. Заброшенное жилье в станицах и селах предоставят нуждающимся семьям, кто стоит в очереди по несколько лет. Это распоряжение первого вице-мэра Анапы Светланы Яровой. Главы Анапского и Приморского сельского округа уже нашли подходящее здание. Задача других глав – проверить еще раз, более ответственно. Еще одна проблема недвижимости в Анапе – стройки летом. Многократно увеличились обращения жителей, отружествуют и строительные работы в сезон. Я думаю, должна дать небольшую информацию о том, что в администрации подготовлено соответствующие предметы и подписано восстановление. Однако прокуратурой это восстановление опротестовано было представлением. Наш адрес. Мы опоментированно отказали в удовлетворении представления. Из-за чего прокуратурой подано исковое заявление в суд, было рассмотрение и данное исковое заявление в судебном порядке удовлетворено. Понятней станут правила постановки еще в одну очередь. О получении места в детском садике новчане будут узнавать по электронной системе. О криминогенной обстановке за неделю отчитался начальник отдела МВД по городу Андрей Терехин. 24 кражи, 623 нарушения правил дорожного движения, 56 актов о нарушении правил торговли и потребительского рынка. За неделю сотрудники полиции изъяли более 10 тысяч литров алкоголя из продажи, в ближайшее время подготовив склад для хранения арестованной продукции. Сотрудники миграционной службы поставили на учет 476 иностранных граждан, выдали 223 патента на работу в России. Задачи на предстоящую рабочую неделю начальникам подведомственных управлений дали заместитель мэра Анапы Юрий Поляков, Сергей Козлов и Михаил Баюр. В центре внимания правила торговли, санитарное состояние города, нарушения парковки и стоянок, в том числе квадроциклов. Подготовка к урожаю 2014 года и к осенне-зимнему сезону. Хороший хозяин готовится, а не летом. На планерке в очередной раз коснулись темы амброзии. Светлана Яровая предложила свой способ борьбы с сорняками на газонах и среди чиновников. Каждый из здесь присутствующих практически, мы закреплены за собой территорией. Никто не говорит, что вы лично должны взять косу в руки и, в общем-то, это делать. Но если вы не умеете организовать хозяйствующие субъекты на этой территории, знакомыми, переговорить с фортальными и так далее, то лучше возьмите. О санитарно-эпидемиологическом состоянии города отчиталась начальник территориального отдела Роспотребнадзор Лариса Медведева. Случаев заболевания интервирусным менингитом в Анапе нет. Сарафанное радио доносит до анапчан неправильную информацию. Зарегистрирована ветряная ОСПа, лидер инфекционных заболеваний, респираторные заболевания, кишечные инфекции. Участились жалобы на укусы животных, бродячих и домашних. В целом, обстановка в городе стабильно спокойная. Хозяевам мини-аквапарков и водных горок на заметку провести санитарную очистку всех объектов. За неделю такое же обращение коммунальщикам. Урны и мусорные баки в городе почистить. Привести в порядок столовые в этом году их особенно много и, как правило, ставят объекты общепита на земле под ИЖС. Специалисты службы Роспотребнадзор имеют право приостанавливать работу за нарушение санитарных условий. Администрация города в судебном порядке будет закрывать такие забегаловки. И еще одно событие недели. На государственную пенсию вышел начальник управления образования Дмитрий Байдиков. За многолетний труд и существенный вклад в развитие системы образования Дмитрий Афанасьевич получил благодарность мэра Анапы. Участники планерки стоя аплодировали учителю и самому народному начальнику управления образования Дмитрию Афанасьевичу.